Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. Мы с вами продолжаем разбирать английские тексты. Да, это видео укаю по английскому языку, говорение, часть 4. Значит, перед вами будет английский текст. Значит, мы с вами разберем, переведем, посмотрим грамматические конструкции и также потенцируем произношение. Итак, что нужно сделать? The first task. Первое задание. You are going to read the text aloud. Значит, ты собираешься прочесть текст вслух, дословный перевод. You have one minute and a half, или есть полторы минуты, to read the text silently, чтобы прочесть текст про себя, then be ready to read it aloud. Затем будь готов к его прочесть слух. Remember, запомни, that you will not have, что тебе не будет больше more than two minutes for reading aloud, для того, чтобы прочесть слух. Значит, я вам даю 15 секунд, кому не хватает, делайте паузы, потом мы с вами разберем, сделаем акцент именно на произношение. Окей. So, включим подсказочки, слова, которые нам нужны, чтобы правильно произносить. Здесь есть подводные камни. Итак, a robot. Robot. Обратите внимание на произношение. Видите, две буквы О, но произношение разное. Передцем о, о, робот. О, робот. A robot. Значит, робот is a machine. Это машина. Обратите внимание, вот здесь, значит, здесь подвох, видите, и робот. Далее, машин. Отличается не ma, а me, видите, это звук e, машин. Значит, робот is a machine, это машина. That. That имеет два значения. Что и которое, то есть, которое. Does work for people. Сейчас посмотрим, подумайте, как это переводить. It does work for people. Ведь вы знаете, что does мы с вами используем в вопросах. Does she know it? Она знает это. И, соответственно, как мы можем поставить, или там doesn't. А как может быть does? Это инверсия. Здесь просто можно сказать, that works for people, которая работает для людей. Если мы хотим усилить, то можно поставить does. Например, смотрите. Я понимаю тебя. I understand you. Правильно? I understand you. Я действительно тебя понимаю. Как мы с вами скажем. I really understand you. Или можно поставить инверсию с помощью do. I do understand you. Я тебя действительно понимаю. То же самое и здесь. Смотрите. Это работает. It works well. Да? Это реально работает. It really works. Или можно сделать так. It. Далее, инверсия. Если he should it, то это does. It does work. Вот здесь инверсия. Которая действительно работает. It does work for people. Которая действительно работает. То есть машина работает для людей. For people. И мы с вами говорили как раз. Молите. Work. Звук R. Как в слове girl. Девочка. Work. И people. Обратите внимание тоже на произношение. И. Это лога и. People. Работает для людей. For people. Далее. The word. Robot. Значит. Слово. Robot. Appeared. Появилось. In the 1920s. Значит. Как считаем даты. Ну. Первые две цифры. И вторые две. 1920. И говорим. As. In the 1920s. 1920. And. It was first used. И. Она. Была впервые использована. In the science fiction story. Значит. В историях. Science fiction. Это научная фантастика. Story. Это история. То есть. Рассказы. Научные фантастики. Да. Если дословно. Обратите внимание. Здесь у вас конструкция. Passive voice. Страдательный залог. Мы с вами говорили. В предыдущих частях. Как образуется. Was. Were. Плюс третья форма. Когда действия происходят кем-то. То в прошедшем времени. Was. И третья форма. То есть. Была использована. It was first used. Значит. Здесь все сложно. Возьмите. Robot. Machine. Далее. People. Ну. И. В принципе. Смотрите. Fiction. Вот здесь. Окончание. То есть. Пишется как он. А на самом деле. Шен. Fiction. И. People. Тоже. Значит. Смотрите. Давайте с вами начнем медленно. Повторим. A robot. Is a machine. That. Does work. For people. The word. Robot. Appeared. In the 1920s. And. It was first used. In a science fiction story. А теперь. Более размерное читаем. A robot. Is a machine. That. Does work. For people. The word. Robot. Appeared. In the 1920s. And. It was first used. In a science fiction story. Далее. Дай вам еще 15 секунд. Окей. Проверяем. Кто не успевает. Делайте паузы. Итак. In real life. Значит. В реальной жизни. Real. Да. И. И. Звук. In real life. То есть. В реальной жизни. The robot. Was invented later. Значит. Robot. Был. Изобретен. Видите. Это опять пассивный залог. Was. Was. Плюс третья форма. Почему was. Потому что the robot. Означает it. It was. И третья форма. Invented. Вы знаете. Что третья форма. Правильных глаголов. Такая же. Как и вторая. Да. Окончание иди. Invent. Invented. Invented. Был. Изобретен позже. In 1954. В 1954. Видите. In 1954. There are different kinds of robots. Есть различные виды роботов. Which are used. Которые используются. Это опять. Видите. Страдательный залог. Но во времени. Present simple. Форма глагола to be. Am. Is. Или are. Плюс третья форма. Робот. Означает. They. Поэтому. They are. They are used. In different industries. Которые используются в различных отраслях. Видите. Industry. Обратите внимание на произношение. Вот это произносит как Э. Industry. Которые используются в различных отраслях. Most of them. Большинство из них. Are operated with the help of a computer program. Значит, большинство из них. Опять пассивный залог пошел. То есть, что действие совершается кем-то. Опять. Am. Is. Are. Плюс третья форма. Most of them. Большинство из них. То же самое, что they. Поэтому they are. Operated. Operate означает управляет. Большинство из них управляются. Управляемы. With the help. С помощью. И самое сложное. Это произношение вот этих последних двух слов. Это вот этого слога. И вот этого. Еще раз подумайте, как вы это произнесете. Смотрите. Смотрите, внимание. Многие студенты говорят, поправляйте, пожалуйста, исправляйте ошибки, которые мы делаем. Ну, конечно, если уровень начальный, но нет, ошибки не может быть и не стоит поправлять. Но желательно, конечно, делать акцент разное произношение. И вот многие говорят так. Computer. Computer. Но это неверно. Смотрите. Это звук Э. Э. Computer. И все говорят, даже не задумываются. Computer. Of a computer. Это не программ. А О. Звук О. Звук О. Of a computer program. Значит, управляемы. With the help of a computer program. С помощью компьютерной программы. Итак, значит, повторяем. Читаем, повторяем. In real life. The robot was invented later. In 1954, there are different kinds of robots which are used in different industries. Most of them are operated with the help of a computer program. Теперь читаем более размеренно. In real life, the robot was invented later. In 1954, there are different kinds of robots which are used in different industries. Most of them are operated with the help of a computer program. Окей. Даю вам еще 15 секунд на следующий абзац. Итак, значит, давайте открываем наши подсказки. Значит, instead of humans, instead of означает вместо, предлог of, instead of, вместо чего-либо. Значит, вместо людей, instead of humans, human, robots. Значит, роботы do hard and boring work. Значит, делают сложный hard, долгий звук R, hard and boring, и скучная работа hard and boring work. Мы когда-нибудь говорили про work, как звук R, work, в условиях girl, bird. In unpleasant, in unpleasant, в неприятных, in unpleasant, or dangerous, или же опасных, environments. Видите, environment. Вообще переводится основное значение как окружающая среда, но также переводится как сфера. Здесь есть по контексту ситуация. То есть в опасных, значит, ситуациях, в опасных таких сферах. Если дословно перевести, they usually work faster. Они обычно работают быстрее. Fast – это быстро, быстрый, faster, быстрее. And more accurately. Что такое accurately? Accurate. Accurate. Accurately переводится как точно и более точно than, чем. То есть, опять же, не путайте вот это than, чем, широко открываем рот. Или than, затем, than people, чем люди. They never get tight. Они никогда не устают. Get tight – это уставать. Они никогда не устают. They never get tight and do not make mistakes. И не делают ошибки. And do not make mistakes. Запомните выражение make mistakes, делать ошибки. В принципе, что интересного? Это instead of, фраза. Instead of. Далее unpleasant. Может быть, видите, pleasant, unpleasant, un. С помощью un мы делаем отрицание многих прилагательных. Далее environment. Осозназначение – это окружающая среда именно. И слово accurately – точно. Accurately – точно. И get tight – уставать. Итак, читаем и повторяем. Instead of humans, robots do hard and boring work in unpleasant or dangerous environments. They usually work faster and more accurately than people. They never get tight and do not make mistakes. Теперь читаем более размеренно. Instead of humans, robots do hard and boring work in unpleasant or dangerous environments. They usually work faster and more accurately than people. They never get tight and do not make mistakes. Дальше вам еще 15 секунд, чтобы это прочесть. Дальше вам еще 15 секунд. Окей. Кто не успевает, делайте паузы. Мы с вами включаем подсказку и проверяем. Итак, nowadays. Мы с вами как раз говорили, когда разбирали предыдущие части. Смотрите, весь плейлист привез как в настоящее время. Можно было бы сказать now, но now мы не используем в начале, мы используем на конце. А nowadays – настоящее время. Nowadays – роботы are often used. Часто используют. Их часто используют. Видите, здесь опять пассивный залог. Форма «to be» – «m» из «a» при устроении формы глагола. They are used. Are often used for domestic needs. Для домашних нужд. For domestic needs. Для домашних нужд. To clean. Долгий звук «i». To clean houses. Значит, убирать дома. Or to look after. Или же. Look after – это фраза и глагол. Воспоминаем значение. Look after – это присматривать. Смотрите, наш плейлист по фразным глаголам. Or to look after sick – больных. And elderly – пожилых. And elderly people – пожилых людях. Scientists say. Ученые говорят. That soon – что скоро. Robots – роботы. Will become a normal part. Will become a normal. Значит, normal – это означает нормальный. Normal. Normal. Долгое «о» и «mal». Значит, роботы станет a normal part. Значит, нормальный. Это из-за слова нормальной части. То есть, вполне естественной части of our life. Нашей жизни. Like mobiles. Видите, произношение «о». Звук «о». Like mobiles. Значит, соответственно, как мобильные телефоны. And computers today. Помните, вы сами говорили по произношению «computers today». В принципе, ничего сложного нет. Акцент именно на «nowdays». Да? Вот такое полезное слово. Значит, страдательный залог. Видите? Значит, domestic needs. То есть, домашние нужды. Вот, может быть, это новое слово. Domestic needs. Значит, sick – это больные. Elderly – пожилые. Scientists – ученые. Ну, и все. В принципе, с вами прочтем, повторяйте. Nowadays, robots are often used for domestic needs to clean houses or to look after sick and elderly people. Scientists say that soon robots will become a normal part of our life. Like mobiles and computers today. А теперь читаем более размеренно. Nowdays, robots are often used for domestic needs to clean houses or to look after sick and elderly people. Scientists say that soon robots will become a normal part of our life. Like mobiles and computers today. Теперь с вами читаем все. Только текст, значит, более-менее размеренный. Итак, начинаем. Let's do it. A robot is a machine that does work for people. The word robot appeared in the 1920s and it was first used in a science-fiction story. In real life, the robot was invented later in 1954. There are different kinds of robots which are used in different industries. Most of them are operated with the help of a computer program. Instead of humans, robots do hard and boring work in unpleasant or dangerous environments. They usually work faster and more accurately than people. They never get tired and do not make mistakes. Nowadays, robots are often used for domestic needs to clean houses or to look after sick and elderly people. Scientists say that soon robots will become a normal part of our life like mobiles and computers today. Why? What is To put